Доброе здоровьи! Смотрю на себя отличная картиночка. Отличная картиночка. Знаете, очень хорошо, когда без особых монтажей ты заливаешь видос. Поэтому, кому-то интересно, кому-то не интересно. Допустим, какие-то подготовительные кадры. Вы видите меня, что я тут делаю. Я сейчас ищу комментарии. Видосы удаляют комментарии. Итак, здесь идут очень, так сказать, сама собой вырисовалась тема по чистке печени. Итак, где-то здесь было, здесь где-то было. Это так. Ну вот, начнём не с того, что я хотел. А, хотя-хотя-хотя-хотя-хотя. Хотя, начнём вот с этого. Алмаз 488 пишет. Доброго времени суток, Геннадий Петрович. Панкреатит не хочет проходить. То есть, панкреатит, насколько я понимаю, это воспаление. Давайте, значит, как бы меня интересует всегда не просто так, чтобы я там напрягался. Хотя, очень важно, чтобы вы свою память напрягали, а не так тупо лезли. Сразу же в поисковики. Ну, напишем. Панкреатит. Что это такое? Панкреатит. Группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы. Ну, дальше при воспалении поджелудочной железы, ферменты, выделяемые железой, не вырабатываются, не выбрасываются в 12-перстную кишку, активизируются в самой железе и начинают разрушать её. Но ферменты и токсины, которые при этом выделяются часто, сбрасываются в кровоток и могут серьёзно повредить другие органы. Вот смотрите, сразу же наблюдается воспаление поджелудочной железы. Для того, чтобы снять это воспаление, самый быстрый способ, самый быстрый способ плюс самый эффективный способ, это поголодать. То есть, когда вы поголодаете, тем самым вы создаёте условия для того, чтобы поджелудочная железа не работала, она отдохнула, восстановила себя, плюс на голоде создаются условия, потому, чтобы быстрее снять воспаление. Это очень интересное явление. Именно на голоде создаётся явление. Сколько голодать? Ну и здесь примерно так, чтобы капитально взяло, я так думаю, недельки 3. В некоторых случаях, фу ты, недельки 3, недельки 2, это будет очень хорошо. Недельки 3, это цимус, это восстановится, это и поджелудочная железа. И главное потом её включить, включить в работу с помощью правильного выхода из голода. И тогда всё пойдёт. А так, а так, вот воспаление есть, воспаление есть, ну, почта, значит, панкреатит не хочет проходить. Потому, что не создаётся нужное условие для того, чтобы поджелудочная железа, смотрите, вот мы уже там читали, чтобы она успокоилась, то есть временно дать ей покой. Чтобы она не вырабатывала никаких этих ферментов, которые выбрасываются, или которые не выбрасываются, и ведут к тому, что начинают её разрушать. И организм создаёт условия для, по-моему, вот этого вот, снятия этого воспаления, чтобы всё это прошло. Итак, читаем дальше. Пью по одной таблетке в день панкреатина в обед. Панкреатина. Не знаю, что такое по одной таблетке панкреатин, что он делает. И, я так понимаю, какой-то стимулятор панкреатического сока. Ну, я так думаю. Может, я не так. Так. Сижу на диете. Варёная гречка, сваренный творог, творожная сыр, сушёный белый хлеб, печенье детское, блюда с лапшами усынания. Перед обедом за один час фито-чай панкреатический, алтайский. Ага. Вот тут как раз как-то не это. Как я учу вас, что вот вы начинаете что-то рассказывать, что у вас вот уже панкреатическая железа, она не работает. Она всё у вас, вот это всё что-то делает, она не хочет проходить. С чего это начиналось? Какой образ жизни был у вас? Когда мы понимаем предысторию, мы видим факторы, которые привели к вот этому исходу. То есть, это закономерный исход того, что ранее начиналось. А теперь, я не знаю, вареная гречка, как вы её идёте? Со сваренным творогом, с творожной сывороткой, сушёный белый хлеб, печенье, бульон, с лапшами, говядина. То есть, вы всё это вместе едите или как-то раздельно едите? Ну ладно. Это так, знаете, я взялся это лишний раз, вот как-то там продемонстрировать, как светочь, ну грубо говоря, разобрать этот случай. Так, седьмого, двенадцатого, двадцать третьего. После завтрака сильно закружилась голова, пришлось присесть сначала на стул, не отпустил, а потом по корточкам, облокотившись руками на табурет с закрытыми глазами, продолжалось горокружение. Думал, сейчас упаду на пол, наверное, какая-то, началась какая-то дрожь в теле, озноб, учащенность, сердцебиение. Через десять минут более-менее пришлось его, присыл на кресло диван, уснул, как я понял, это вертиго, нарушение во внутреннем ухе. Так, смотрим, что такое вертиго теперь. Я лично не знаю, что такое вертиго. То есть, панкреатит, потом, бац, тебе, вертиго. Что? Что? Откуда? Чего? Как? И когда человек вот что-то говорит, говорит вроде поджелудочная железа, а потом у него переходит вот на это, то есть, он вообще не понимает, насколько поражен его организм и чем, чем поражен. Так, вертиго, что это за болезнь? Так, головокружение, ощущение мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве, либо ощущение чувства приближающейся потери сознания, неуверенности, шаткости. Примерно 5% населения планеты страдают от головокружения. Также симптомы являются одним из самых частых симптомов неврологии. Ну, это вот так вот сказать неврология, на отвалить, значит. Чаще всего лишь головная боль, и все. Это Википедия. Чего? Откуда? Как? Так, бац, и все. Начали мы с панкреатита, и теперь вот перешли на это. Так, нарушение во внутреннем ухе. А что там нарушилось во внутреннем ухе? Что там было? Воспаление было, либо удар был. Что? Что? Как бы до этого? Вот так просто сказать, да и все. Этвали. Так, в 2017 самому делал R графишинного отдела позвоночника и выявили. Остеохондроз, С3-С6 позвонков в первый период, супрахидальный склероз, суставы щели сужены. В 2016 проводил дуплексного сканированного какой-то там артерии с цветовым структуральным. Вот знаете, вот это вот, когда вам вот что-то делают, делают такое, знаете, это все равно, что там, грубо говоря, вы машину загнали на ТО, а там подключили ее к компьютеру, и там что-то там говорят, 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 вот за этот, будем говорить, подключение, это как, денежки оцените за то, а мы сейчас проверим еще, диагностику еще сделаем, а почему это произошло, а устранить это, а ничего, вам тоже, что-то там какое-то, знаете, вот, грубо говоря, на уровне атомов, сказали, вот у вас там где-то атомы не так крутятся, и поэтому, а почему они крутятся, а как их закрутить назад? Нет, ничего этого не было, вот такой вот этот, брахиоцефальные артерии, вот такие вот названия доплеровского спектра, аномалия входа ПА позвоночной артерии справа в костный канал, на узле, особенность входа ПА слева в костный канал на уровне, а почему, что, вот, вот это, что, что привело, опять-таки, травма была, что с вашей там шеей было, я вообще, вот, как бы сказать, с панкреатитом, ну, я для себя разобрался, для того, чтобы избавиться от панкреатита, е-мое, от воспаления этой поджелудочной железы, вот, латынь это, надо сделать то-то, 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 ее не будет, просто-напросто не будет. Далее, если у вас, вот это, вот, что-то с шейным отделом, почему, что, 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 что там было у вас с шеей до этого, а вы уже говорите, вот, вот, то, что конечно, и что. Ну, ладно, продолжу, что интересно, сначала заболела племянница каким-то вирусом, хорошо, вызвали детского терапевта, поставили диагноз энтеровирус, ну, пускай, потом заболел отец, сухой кашель, сопли, слабость, потливость, пускай, в начале декабря он сделал вакцинацию от гриппа по совету врача, Ох, эти советчики врача, я вот сейчас только вернулся с Москвы, там вот в разговоре со знакомыми так говорят, вот один зуб, что-то у тебя не такой, давай его выдерим, вот один зуб, не такой, он еще прослужит, выдерим, и, значит, можем следующим образом поступить, можем сделать мост, а для этого еще два здоровых зуба подточить, Либо же, значит, сделать штифт, но в любом случае, значит, чтобы выровать, мы эти там зубы тебе порихтуем, и в итоге испортят зубы, все зубы поиспортят, и все, вроде бы красиво, а потом вот это что-то начинается по совету врача, да со своими зубами я вот живу, да, там, некоторых нету этих зубов, где-то даже неприятно, но, кажется, со своими, свои зубы жуют, нормально, не хожу. А до этого я тоже отходил, из-за чего тут некоторые зубы были выдернуты, из-за того, чтобы так называемый этот, какой-то там дефект зубов был этот самый, как-то он называется. И давай, говорит, мы на этот зуб, вот на этот зуб, который, знаете, вот так вот батом торчат, а тут, как же, что-то называется. Ну, эмаль пропала спереди, вот, и, значит, для того, чтобы ее, как бы, не восстановить, а заляпать, мы тебе пластинку приклеим. Приклеили пластинку, эта пластинка отпала, вот. Ну, тогда пришел, говорит, давай тогда мы тебе зубы подпилим, зубы первые эти подпилим, для того, чтобы, это, пластинка держалась. И опять, пластинка через месяц отвалилась, зуб, дырка, вот это вот все, потому что испорчено, и пришлось выдергивать. Особенно видно на этом самом, на видосе можете посмотреть, лыжная масса, когда я сижу в зале и смеюсь, раскрывая рот, и как раз там такая учелка. А сейчас зубы немножечко задвинулись, это так вот, понимаете, вот, по совету отца сделали этот самый. Жириновский, по совету, естественно, врачи, он же сам не это, он сделал 7 прививок, от которых его кровь стала густой. И не умер не от гриппа, не от этого, а умер вот от того, что он не мог организм вынести такое сгущение крови, которое произошло вот от этих модных процедур. Я всегда, в любых случаях, начинаю разбираться с механизма действия, там, допустим, обливание, там, голодание, вставление зубов, там, прививок и прочее, 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 вот все. А потом уже, уже начинаю. Так, значит, по совету врача, оказывается, 76 лет нужно делать, ага, вакцинацию, оказывается, 76 лет нужно делать. А мне пошел восьмой десяток. А сегодня я встретил детка своего друга, которому исполнилось 90 лет. Я ему подарил кофе капучино, детка поздравил, как я его вижу, всегда идем с ним в кафе, так, а раз, я ему там, никто не подносит, деду никто ничего. Так он уже 90 лет прожил без всяких этих, хотя у него там и гриппки там имеются, но тем не менее, я вижу, организм даже с гриппками прет. Вот, вот, а сейчас дальше, а сейчас лежит, болеет. И, значит, 76 лет нужно делать вакцинацию, сейчас лежит, болеет. Ну, как бы сказать, заболел сухой кашель, потливость, так он сделал в начале. Вот, смотрите, так, вызвали здесь, потом заболел, так, 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 сейчас, сейчас, начало заболеть, племянница заболела, поставили диагноз, так, потом заболел отец, а в начале декабря он сделал вакцинацию, так, сейчас лежит, болеет, кашель зноем. Вот вам, пожалуйста, и я вот хочу сказать, знаете, я вам говорю, говорю, кто-то смотрит, кто-то там не смотрит, кто-то меня там за мурка считает, мурка по-индийски, глупец. Вот, мысль упустил, кашель зноем, лежит, болеет. То есть, ага, вернемся, то есть, если вот по логике, по логике, значит, вот, современной медицины, если человек сделал вакцинацию, то он, как бы сказать, защищен. А что мы, это они так думают, это, знаете, чисто теоретически, вот, их не наука, которая вот эта вот вакцинология, вот это вот, все это там и делают, думают, и все это, что она должна защитить. Но практика показывает, да это мягко я выражу, значит, очень корректно и мягко. Да не во всех, далеко не во всех случаях эта процедура помогает. И вот вам пример. Сейчас лежит, болеет, кашель с гноем, у него хронический бронхит, простатит. В 18-м году делали операцию в урологической клинике. Ну и что, что, вот, делали операцию, и что она там, что-то помогла? Когда разделали, то есть, опять-таки, человек, который идет на ту или иную операцию, он идет с такими мыслями, сейчас ему сделают операцию, и та проблема, которая его беспокоила, больше его беспокоить не будет. Поэтому, поэтому, вы сначала спросите, а это точно оно будет не беспокоить? Или, знаете, мы сделаем, а там дальше как получится? И вот, чаще всего, так и получается, а дальше как получится? Мы вам сделаем, за это получим мани-мани-мани от государства или от вас, ну, все нормально, мы работаем, что вы хотите? Вот, принимать много лекарств, опять-таки, лекарств, но если вы что-то там такое сделали, то все, никаких лекарств не надо. Первое, там, ну, я перечислю, урофурагин. Второе, спей или спрей берадуал. Ну, я читаю, как там написано. Аштрим. Третье, ротопрост. Я даже не знаю, что такое. Четвертое, просто, мол, уно. Вот так-то. Уно молодец. Пятое, престафиун. Шестое, флуконазол. ТК-7. Седьмое, аспирин кардио. Понимаете, тут все, мы тебя лечим по всему. И по всем этажам. Аспирин кардио. Чтобы сердце лучше там работало. Ну, все это, так сказать, знаете. Я вот не пью, сколько уже этих, ни одной таблетки. Вот это, чтобы сердце лучше работало. Кровь там разжижалась или еще что-то делалось. И прекрасное себя чувствую. Так. Восьмое. Эдарби. Девятое. Теутриазолин. Десятое. Небивол. Одиннадцатое. Мега-сеф. Пятьсот. Двенадцае. Спрей-изомик. Твенадцатое. Автор. Автор. Вастатин. Санто. Ну, почти что Санто. Санто-ромео. Четырнадцатое. Ступ-пресс. Вот так-то. Ступ-пресс. Надо же. Ступ-пресс. Это, насколько я понимаю, чтобы давление, наверное, снижалось. Пятнадцатое. Ультрокс. Двадцать. Шестнадцатое. Бронгексин. Бронгексин я знаю. Бронгексин. Да. Семнадцатое. Амбро. Амбро тоже. Амбро. Восемнадцатое. Серетит. Мультидиск. Вот это да! Вот это название. Знаете, косметика. Семнические. Ух ты! Девятнадцатая ингаляция. Спирава. Распимат. То есть, это от кашля, наверное. Двадцатая. Бонневрон. БФ. Двадцать первая. Монкаста. Монкаста. Практически, знаете, какое-то, как это самое. Какое-то название такое-то. Мафиезное. И двадцатая. Ренгалин. Постоянно бегает по маленькому в туалет. А вот до этого он бегал до операции. До операции он бегал. Или вот это сделали операцию. И потом уже он и пошел. Постоянно бегать в туалет. У меня же было по ночам потливость, сухой кашель, слабость. Аппетита нет. Кажется, а с чем он там будет аппетит? С простатитом, с простатитом. Я уже рассказывал, как мой отец там с простатитом в свое время справился. С помощью вот этой вот живой и мертвой воды пил. Что у меня было? Я это масло. Чего масло? Тыквенное масло попил. Сейчас я не пью, занимаюсь вот этой вот изодинамической гимнастикой. Нормальненько. То есть все это можно решить. Но это вот все тут, что-то тут перечислено. Все это значит перечислено. Сижу, межу и так далее. А каких-то конкретных действий? Да нету. Нету. И два раза это все повторяло. Значит я попрошу, два раза не пишите. Не надо. Я читаю один раз. Если я прочитал и ничего вам не ответил, значит мне нечего сказать. А не думайте, что я пропустил или еще что-то надо было делать. Так, навряд ли. Вот и алмаз отвечает. Навряд ли без опыта оздоровления организм ослаб от болезни. Без опыта оздоровления. Ну, приобретайте опыт оздоровления. Я выложил целительные силы. Огромное количество людей. Начало заниматься потихонечку. Вот как там описано. Прошло и все так. Я же тут дал это. И понимаете, я потратил. Вот вы пришли к какому-то профессору, академику. Уже туда записаться. Мани-мани дайте. Помогло вам, не помогло. Вот там что-то вот эта куча лекарств этих выписано. Тут только от одного перечисления лекарств болезнь должна испугаться и убежать. А тут что-то этого не происходит. И вы готовы платить, 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 платить тем людям, которые вам просто-напросто затуманили голову. И за счет этого, якобы наукообразно, якобы вот это вот мы врачи, посадили на вот все эти лекарства, которые вы этот пьете, пьете, пьете. А как было, так и есть. Так что вы не забывайте о Светоче. Чтобы вы как-то это самое. Ну ладно. Это уже на вашей совести пускай будет. Есть особый день в году. Наступает темноту. С Новым Годом он зовется. И от всех людей дается. Шелестят конфет, отвертки, Там мандарин стоит. И наряженная елка Огоньками нас манит. Реселись, веселись, веселись. Народ наступает, наступает Новый Новый Год. Он врачу нам несет, Он по таргерам пойдет. Радость и любовь ждет. Это Новый Новый Год. Снова детство к нам вернулось. Волшебство мы жадно ждем. И под чеканье бокалом, Хоть и счастье в каждый дом. Реселись, веселись, веселись, веселись. Народ наступает, наступает Новый Новый Год. Народ наступает, наступает Новый Новый Год. Новый Новый Год. Благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.